Наше образование, которое на самом деле никаких образов не ваяло, напихало нам в голову множество устойчивых штампов. Как только мы слышим какое-то слово, то в голове сразу появляется картинка из таблицы мировосприятия. Эта таблица у нас забита ложными понятиями, которые туда поместила школа, потом и институт. Чтобы нормально жить, нужно эту таблицу заполнить правильными понятиями. Но это можно сделать, только очистив ее от старых определений и образов. Рассмотрим такое слово, как слюда. Память услужливо подсказывает, что слюда – это минерал, состоящий из нескольких видов. К примеру, мусковит применялся для остекленения окон и храм в домах. Считалось, что стекло в те времена было плохого качества, поэтому слюда применялось повсеместно. Известны крупные месторождения в Карелии, Валдане и Слюдянке, которая расположена на берегу Байкала. Конечно, слюда на открытом воздухе теряла свою прозрачность, но ее можно было отслаивать, чтобы увеличить прохождение светового потока через окно. Но и куда без плюсов. Кинули дети камень в окно и сделали дырку. Не стоит расстраиваться. Дырку можно зашить другим куском слюды. Правда, на всех старинных фотографиях городов мы видим окна со стеклом, поэтому очень трудно определить период, когда на смену слюде пришло настоящее стекло. Есть упоминание о применении слюды в Древнем Египте. Ее добавляли в краску для век, а также использовали при бальзамировании умерших людей. Создается впечатление, что древние египтяне только и занимались бальзамированием трупов и постройкой хранилищ для них. Потом, с 1914 года, слюду начинают использовать в технических устройствах, что привело к ее повсеместному использованию. Этому способствовало свойство слюды, как хорошего диэлектрика. Все мы знаем, что именно в радиоэлектронной промышленности это свойство было востребовано наиболее широко, в частности, в конденсаторах. Вот вроде и вся официальная история применения слюды. Начинали с бальзамов для мертвых и маленьких окошек, а закончили радиоэлектроникой. Все логично. От малого к большому. Ведь раньше люди были глупее, чем сейчас. И у нас 21 век, а не какой-то там 15-й. Одним словом, прогресс. Можно гордиться, глядя в смартфон нашей передовой наукой и продвинутой цивилизацией. И мы гордимся, пока в этом же смартфоне не натыкаемся на информацию о слюдяном храме, который находится в 350 метров от пирамиды солнца в Теотиукане. Конечно, археологи перегнули палку с таким названием. Слово «храм» вызывает совсем другие ассоциации. Что-то вроде огромного здания для отправления религиозных надобностей. А тут всего несколько комнат, расположенных вдоль Дороги Мертвых. Но есть одна особенность. Это дренажный канал, над которым расположено два слоя слюды. Причем анализы показали, что эта слюда доставлена из Бразилии. За 4000 километров. Такое расположение слоев слюды точно не выполняло декоративную функцию. То есть это чисто техническое сооружение. С одной стороны, эта слюда могла служить изолятором жидкости, текущей по каналу. Может от внешнего излучения, а может наоборот, защищала внешнюю поверхность от излучения жидкости, как на атомных станциях. Гадать сложно. Но ведь и в самой пирамиде Солнца в 1906 году в верхнем ерусе тоже был найден 7-сантиметровый слой слюды. Правда, Бартрес, руководитель археологических работ, эту слюду достал и продал, ввиду ее большой коммерческой стоимости. Все-таки родственник президента Мексики. Ему все можно. Но факт остается фактом. В пирамиде Солнца тоже был слой слюды, который там был помещен явно не для красоты. Да и расположение этого слоя исключало защиту от каких-либо излучений. Но этот слой могли поместить для более точной настройки резонанса пирамиды. Чтобы это лучше понять, давайте обратимся к свойствам слюды. Мы знаем из школьного курса, что слюда диэлектрик, который не пропускает ток. И когда нам рассказывали свойства диэлектриков, то демонстрировали палочку с очень смешным для всего класса названием. Эбонитовая. Ее натирали шерстяной варежкой, после чего палочка притягивала к себе кусочки бумаги. Но получается, что диэлектрик сам накапливает заряд. Также проводили опыты со слюдой. Слой слюды был помещен между двумя электродами, на которые подали заряд. В принципе, это тот же конденсатор. Затем эти металлические электроды поменяли на другие, без заряда. Но при изменении заряд остался прежним. Получается, что заряд конденсатора расположен на электродах. Заряд накапливает сама слюда. Электрики знают, что определенные виды конденсаторов сами по себе набирают заряд прямо из атмосферы. Поэтому при перевозке и хранении их приходится закорачивать электроды во избежание несчастного случая. В 30-х годах прошлого века инженер ВМФ Томас Таунсенд Браун, изучавший свойства минералов диэлектриков в условиях максимально изолированных от всех возможных влияний, в том числе в подземных лабораториях, неожиданно обнаружил периодическое появление в них спонтанного заряда. Этот заряд был небольшим, но он приходил как будто ниоткуда. Одновременно с увеличением потенциала, камни становились источником непонятного радиочастотного шума. Циклический характер колебаний заставил исследователя предположить, что они связаны с планетарными и звездными циклами и были вызваны взаимодействием массы диэлектрика с гравитационными полями Земли, Солнца, Луны и планет. По выражению ученого, это выглядело так, как будто горные породы на Земле качают энергию из космоса. Чем больше была масса диэлектрика, тем сильнее он качал энергию. Эти излучения не были электромагнитными по природе. Они также не были похожими на световые, тепловые, радиоволны, рентгеновские или гамма-лучи. Они не оказывали ионизирующее воздействие, на них не влияло магнитное поле Земли или атмосферные условия. Их проникающая способность была настолько высокой, что до сегодняшнего дня не представляется возможным определить ее границы. Принимавшие участие в исследованиях физики предположили, что эти лучи представляют собой поток нейтральных по заряду частиц, приходящих на Землю отовсюду. В том или ином виде исследования спонтанного потенциала продолжались фондом Таунсет-Брауна вплоть до 70-х годов в разных точках земного шара. Только в последние десятилетия, с появлением в научных кругах понятия гравитационных волн, возникла возможность сделать предположение об их природе. Гравитационные излучения представляют собой целый спектр, не уступающий электромагнитному. Они пронизывают Землю со всех направлений. Есть свидетельство того, что эти волны, обладающие исключительно высокой проникающей способностью, приходят с наибольшей интенсивностью из центров гравитации, включая наш галактический центр. Почему некоторые материалы обладают большей способностью к перехвату этих излучений и трансформации их в другие формы энергии? Электрическую и энергию радиочастотного шума неизвестно. Но некоторые виды камней действительно своего рода преобразователи энергии, получаемые из окружающего пространства. Таунсет-Браун предположил, что этот процесс аналогичен преобразованию света в электричество, как в фотоэлементе. И еще одно важное наблюдение сделал Таунсет-Браун. Частоты волна, на которые настроен каждый вид камня, отличаются друг от друга. Поэтому камень реагирует только на ту часть из очень широкого спектра приходящих из космоса лучей, с которой у него есть резонанс. Это можно сравнить с радиоприемником, настроенным на определенную волну. Этот ученый известен еще и своими изобретениями, которые он сделал на основе наблюдений за конденсаторами, которые обладали движущей силой из-за наличия большого заряда. В 1945 году на Гавайях, в Перл-Харборе, Браун продемонстрировал действия летающих дисков, работающих на этом принципе, адмиралу Редфорду, главнокомандующему Тихоокеанским флотом США. После этого все его разработки засекретили. Пирамида Солнца, построенная из глины и камней, это огромная масса диэлектрика. Но, возможно, она не давала нужного резонанса, либо резонанс был слишком разбросанным. Поэтому приемник-ретранслятор усилили, поместив в массивный слой еще лучшего диэлектрика, слюды. К тому же способны накапливать заряд. Возможно, также таким образом из широкого спектра вычислялись именно те вибрации, которые нужны были для функционирования пирамиды как гармонизатора, поддерживающего органическую жизнь. Эти вибрации, в свою очередь, передавались более динамическому энергоинформационному носителю в воде, которая текла вокруг пирамиды Солнца, а также собиралась в специальных резервуарах в слюдяном храме. Так, вода становилась живой, насыщающей гармоническими вибрациями растения и людей. И ведь это не единственные пирамиды, где была найдена слюда. Вокруг пирамидального храма Абу-Гараб в Мемфисе находили большие куски слюды, а также девять резервуаров неизвестного предназначения. Налицо взаимосвязь свойств слюды и воды. Да и слюдяной храм в Теотиукане нельзя рассматривать отдельно. Это часть огромного технологического комплекса, включая пирамиды Солнца, Луны и Дорогу Мертвых, которая, судя по следам на поверхности, была большим каналом. Если посмотреть на каналы вокруг пирамиды Теотиукана, тоннели под самими пирамидами, а также дренажный канал в слюдяном храме, то четко видно, что основным действующим веществом этого комплекса являлась вода. Видимо, протекая сначала по тоннелям под пирамидами, а затем вокруг них. Вода приобретала какие-то свойства. Впоследствии она под защитой двух слоев слюды и по дренажному каналу слюдяного храма попадала в резервуары, из которых можно было эту заряженную воду набирать. Вспомните живую и мертвую воду из сказок. Судя по всему, это и была живая вода, которая оказывала животворное влияние на людей и растения. Не зря ацтеки, которые нашли это место, называли его Теотиукан. Город, где люди становятся богами. Видимо, комплекс еще функционировал. Но со временем вода ушла, так как сами ацтеки не знали принципа работы Теотиукана. Поэтому они превратили его в религиозно-культовое сооружение. Стали проводить кровавые обряды и жертвоприношения. Но изначально настоящие строители этого технологического комплекса возводили все это, преследуя множество целей, где облагораживание воды всего лишь дополнительный бонус ко всем возможностям этого грандиозного сооружения. Но об этих целях мы можем только гадать. Всем удачи!